Более 600 камер видеонаблюдения Ростелекома установили за Уральца за 9 месяцев этого года. Чаще всего видеокамеры устанавливают для общего спокойствия, например, для удаленного присмотра за детьми или контроля за ходом ремонта. Ну а в Театре детского танца придумали новое креативное использование видеонаблюдения. Это первая репетиция Даши. Мама Юлия Арсенова впервые привела дочь на танцы. Чтобы не отвлекать ребенка подглядываниями, мама воспользовалась новыми технологиями. Умная цифровая видеокамера имеет широкий угол обзора, а также отлично работает в темноте. При фиксации движения в кадре, перекрытии объектива или отключении от сети устройство мгновенно оповещает владельца по СМС или на электронную почту. Дети ведут себя совершенно иначе, когда видят вот этот глазок, а там мама за ними наблюдает, там папа за ними наблюдает. И когда они вернутся домой, к себе, наверное, будет такой серьезный разбор, разбор полетов, и это их стимулирует. К тому же теперь в цифровом сервисе возможна настройка функции «Видеоаналитика». Пользователь может прописать сценарий реагирования и работы датчиков движения. Встроенный микрофон позволяет передать голосовые сообщения, поэтому камеры при желании могут стать и средством коммуникации. Плюс еще качество очень замечательное, просто высший класс. То есть можно рассмотреть любые детали, нет никакой задержки видео по времени. То есть все онлайн, как будто я сама нахожусь. Изображение с камер транслируется в режиме реального времени. Видеопоток сохраняется в облачном хранилище, а допуск к личному кабинету есть только у хозяина камер. Облачный сервис видеонаблюдения Ростелекома позволяет наблюдать за своим домом из любой точки мира при наличии доступа в интернете. Спросом пользуются домашние и уличные камеры. Гаджет легко установить и настроить самостоятельно. Отметим, что телепортация теперь также вполне реальна. Ведь в свой личный кабинет пользователь может добавить несколько камер от Ростелекома, которые в свою очередь могут быть установлены в разных регионах.